Субтитры делал DimaTorzok 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 Сваливаем отсюда Очень фартануло, что меня сейчас не добрали Но в целом Что-то как-то бой пошел совсем не так Как мне хотелось Хотелось показать машину Не то чтобы там во всей красе Я всегда показываю машины такими Какие они есть на самом деле Но вот видите Одна вовремя совершенная глупость Приводит к тому, что Я в принципе одной ногой уже в ангаре И кроме как сейвиться И играть максимально осторожно Мне ничего не остается Отходим Ну вот в целом ребят, согласитесь Геймплей как на типичной ЛТшке Выехал, дал шот Куда-нибудь свалил Перешел на другую какую-то позицию Опять выехал, опять дал шот И в принципе вот так вот Играешь Как говорится на постоянку Так Ну давайте спускайтесь сюда Я же знаю, что вы все равно спуститесь Ну Ну вот Наконец-то дождались этого момента Единственное что, отправляемся в ангар И поэтому от того, что они спустились Нам легче абсолютно не стало Верхний бронелист пробивается Башня Точнее рубка пробивается Короче говоря Здесь танковать Просто нечем Если даже от Супер Хеллкета Вы получаете Какое-то непробитие То это больше его подарок Вам, чем закономерность Поэтому Играть необходимо Максимально осторожно А не так как я тупанул В начале боя Сейчас возьмем машину Еще раз И еще раз Закатимся В бой Ну просто потому что Я знаю, что Хеллкет Может больше Может лучше И может гораздо качественнее Смотрим На результаты боя Хотя уверен Что особо Хвастаться там нечем Давай Показывай нам Чего мы натанковали Навоевали Ну натанковали мы вообще ничего 890 единиц урона В принципе Для Хеллкета это практически Ни о чем Вполне спокойно На нем можно делать 2000 урона за бой Вообще без печали Ну единственное что Как я уже говорил Не зарываться Вот так как я в начале боя Под крушителя Который мне в принципе Снес практически все лицо Я там остался совсем С големой какой-то Также по большому счету Машине запаса прочности Больше чем Достаточно Для того чтобы прожить Практически весь бой Ну главное просто Первым в драку Никуда не лезть Ну что Ждем захода в бой И будем заценивать дальше Так ну что Попали в следующую катку Поехали занимать Какую-нибудь Первоначальную ПТшную позицию Там дальше посмотрим По разъезду Кто куда из соперников Поехал Ну и соответственно От этого будем принимать Решение в какую сторону Дальше двигаться Время сведения Очень классное На дальних расстояниях Ты вполне спокойно Можешь свестись И выцеливать Единственное что Уничтожитель сейчас Не торопится Подъехать вперед Хотя мог бы сейчас Получить в бортинку Своей башни Мне бы было Очень приятно Ему урона Закинуть немножко Ну Ребят Подвигайтесь вперед Дайте урона Бросить немножко Ну как вы видите Снаряд летит практически туда Куда целишься Я бы не сказал Что прям в пиксель Но Назвать Данное орудие Каким-то косым Или непредсказуемым У меня язык не поворачивается Действительно Очень годный Классный в этом отношении Танчик Ну Не совсем правильно Годная классная ПТшка в этом отношении По углам Склонения орудия вниз Тоже в принципе комфортно Удобно Все окей Все нормально Как я говорил От башни поиграть Понятное дело Не получится Но Все таки на каких-то неровностях С кем-то Поперестреливаться Вполне себе Даже духу Хватит Выцелю ему сейчас Корму Или нет Сдай немножко Назад Ладно И Не хочет Не хочет получать В принципе я его понимаю Я бы тоже на его месте Не хотел получать Раз И вот мы в принципе Уже перезарядились Время перезарядки Кстати тоже очень приятное В целом ребят Я Был абсолютно доволен И крайне сильно удивлен Тогда Когда приобрел себе Данную машину Я покупал себе Данный аппарат Тогда Когда он продавался В составе набора С Т-28 HTC И вот Был очень сильно удивлен Как Супер Хеллкету Так и Самой ХТСшке Обе машины меня Безумно порадовали Очень приятные Очень классные Очень удобные И Хеллкет Он действительно Может работать Ну Как двухзадачная машина Если ты В настроении Просто ППТшить То ты В принципе Вполне спокойно Можешь это делать Если ты Хочешь поиграть Как на ЛТ И при этом иметь Чуть выше даже урон Чем у стандартной ЛТшки То данная тачка Тебе тоже зайдет Короче говоря ребят Как для 7 уровня Машинка Очень приятная Очень веселая И очень интересная Как я говорил Единственное что Стоит понимать Что это далеко не Фармер Поэтому рассчитывать На то что вы будете Поднимать там Горы какие-то Серебра Нет абсолютно И эта машина Ну я Опять таки Не устану повторять Зайдет далеко Не каждому Потому что она Очень картонная Ну и соответственно Необходимо иметь Привычку игры На вот Таких вот Сложноватых в этом отношении Машинах Ну что поехали Доберем его Запаса прочности у нас Больше чем достаточно Для того чтобы с ним Попадаться Он на перезарядке Находится Поэтому В целом Можем вот так вот Остановиться И немножко Побыковать Таким образом ребят В данной конкретно Каточке Которая сложилась Немножко по другому Я ни от кого В начале боя Не отхватил существенного урона И за этот бой Мы делаем абсолютно Спокойно Три фрага Я больше чем уверен Что мы лидеры По нанесенному урону Как минимум Как минимум Второе место в команде 2485 И Hellcat Он в принципе Практически постоянно Так играется Да, бывают бои В которых вас выносят Очень быстро Но это тогда Когда вам просто не повезло Или вы прям Совсем обнаглели А также в целом На Супер Хлкете Вы вполне спокойно За бой будете вывозить От двух тысяч урона Ну практически гарантированно Две с половиной Тоже для него Не проблема Если бы я Не торопился И сделал бы Несколько более точных Выстрелов Особенно в конце боя То в принципе Наша планка дошла бы Я думаю Практически До трех косарей И мне кажется Что для седьмого уровня Это очень даже неплохо Ну а теперь Давайте перейдем Ко второму герою Второй герой у нас М4 Фл 10 Машина меня Очень сильно удивила Когда я получил ее Из бесплатного контейнера Сейчас объясню Почему удивила Потому что я был Больше чем уверен Что это просто Барабанная машина Но нет ребят Это между прочим С системой Дозарядки барабан И вот здесь Я действительно Выпал просто таки В шок Потому что не ожидал Этого однозначно Причем очень комфортное Орудие Которое имеет время Перезарядки между выстрелами Всего лишь Не полные Полторы секунды И при этом Ребят Дозаряжается Быстрее чем Дозаряжаются Легкие танки На своем уровне Дозарядка происходит Грубо говоря там за 3 Максимум 4 секунды Это действительно Очень круто И при этом всем Если вы выбросите сразу Все 3 снаряда Из своего барабана А на это у вас Уйдет грубо говоря 3 секунды То за эти 3 секунды Вы наносите 3 раза по 160 Это действительно Очень приятные цифры И таким образом Ваш ДПМ В 2100 Он действительно Реализуем Пускай он гораздо меньше Чем Супер Хеллкета Но все таки Здесь совсем другой Геймплей Но в то же время Ребят стоит помнить По поводу того что Данная машина Полностью Не забронированная Здесь брони нет Вообще И в целом Здесь разработчики Слепили Ну я бы сказал Америку с Францией Потому что вот этот корпус Это типичный американский корпус Ну а что касается башни Согласитесь Типичная Франция Ну вот такой вот Непонятно кто Такой себе Маленький Франкенштан Ну что Взяли Поехали попробуем Что с этого получится Обсудим обязательно Сейчас Непосредственно в самом бою Итак Братцы Попали в бой Как я и говорил В описании к видео Есть ссылочки На абсолютно честные обзоры На данные машинки Поэтому если вдруг Вас интересует Дополнительная информация Если вы хотите посмотреть На зацен брони На сравнение Каждой из этих машин С теми С кем действительно Стоит их сравнивать У них на уровне То обязательно переходите По этим ссылочкам Посмотрите Там же можете найти Дополнительные катки На этих машинах Что касается М4 FL10 Очень классный Веселый Бодрый барабан Я бы сказал Что это Такая себе Проджета 46 только на минималках Но почему Говорю так Во-первых Система дозарядки Однозначно напоминает Игру на Проге И на М4 Ровно как и на Проджете У меня никогда Не бывает Мысли по поводу того А перезарядился ли я И есть ли мне чем стрелять Здесь постоянно Есть чем стрелять Вот только что Я сделал выстрел И не заметил Абсолютно того Как орудие у меня Дозарядило барабан До полного И теперь у меня Опять в загашнике Есть три снаряда Второе Чем мне напоминает Это Проджету Так это манера игры Потому что Машина не сильно Хорошо забронирована Требует Передвигаться по карте Постоянно Ровно как и на Проджете Особо долго стоять на месте У вас не получится Орудие очень классное Очень точное Ну и в целом Ребят Крайне комфортно Отыгрывается на любых расстояниях Но все же На М4 и FL10 Я бы рекомендовал Ровно как и на Hellcat И этим Машины очень сильно похожи Хоть и они внесены В один наборчик Я бы рекомендовал Все таки ребят Не ехать первым Потому что брони У данной машины Нет и как только Вы появляетесь В прицелах Вместе со своими Союзниками То вот как раз Ваши Соперники Будут выцеливать Именно вас Как вы видите Как бы я не становился Что бы я не делал Все равно Все что в меня прилетает Наносит мне урон Что касается Комфорта игры На неровностях В отношении Угла склонения орудия Здесь в целом Все комфортно Все классно Может не идеально Я не спорю Но в целом ребят Очень приятно И приемлемо Так Голдовый снаряд Попробуем сейчас Хотя я не думаю Что это что-то изменит Пора сваливать Пора сваливать С этой позицией Подождем вот здесь Вот когда он выйдет Улыбаться Так и их осталось двое А я блин Из жадности Пуляю Куда только могу И при этом блин Не попадаю Обидно Просто таки до безобразия Давай Сдавай назад Нет Едь вперед Я не знаю Хоть куда-нибудь поедь Чтобы я к тебе Хоть какого-то урона забросил Блин Даже под конец боя Не успел кинуть Ладно Сейчас зайдем еще В одну катку Глянем на результаты этого боя Но Как и в первом бою По хелкету Особо хвастаться явно Не будет чем Хотя В то же время Какой-никакой А дополнительный вкладик Пускай вот такой вот Скромненький Мы все-таки сделали При этом все Обратите внимание Мы получаем Знак классности целой Третьей степени Это говорит о том Что эта машина не пользуется Популярностью В целом я понимаю Почему Потому что с ней очень сложно Справиться Средним игрокам Новичкам Уж точно будет Сложновато на ней играть Именно благодаря тому Что она очень Очень большая По высоте И крайне Картонная В нее целиться Особо не надо В нее просто Берешь и стреляешь И все что ты отправишь В ее сторону Однозначно туда залетит Дожидаемся захода в бой Ну и соответственно Будем дальше продолжать Обсуждение Как набора Так и этой машины Быстро нас забросило Даже перематывать Не пришлось Я думал что сейчас Будет немножко подольше Радует то что Против нас нет восьмерок Оборудование у меня Кстати ребят Установлено на М4 На калиброванные снаряды Потому что От вентилятора толку Вообще никакого нет В отношении скорости Перезарядки И других улучшений По машине Поэтому рекомендую Всем кто будет играть Именно рекомендую Ни в коем случае Не говорю что это Правильная установка оборудования Не устану повторять У нас в игре Нет понятия Правильно установленное Оборудование У нас в игре Есть понятие Комфортно установленное Для тебя оборудование И дискомфортно Установленное для тебя оборудование Для меня комфортнее играть и всем рекомендую с установленными калиброванными снарядами, потому что особым пробитием машина не отличается, при этом от вентилятора толку вообще никакого нет, ну и, соответственно, выбор, мне кажется, будет очевиден. Откинули свой барабан и обратите внимание, мы опять готовы к стрельбе, ребят, вот буквально, буквально какие-то пара секунд и у нас опять один снаряд в барабане, два снаряда в барабане, ну и, соответственно, сейчас буквально секунда-две и три снаряда в барабане заново можем ехать и пулять во всех, кого не лень. Что, в принципе, предлагаю и делать, потому что стоять дальше в этой позиции не сильно хорошо будет для нас, исходя из того, что у нас точку уже, а, захватили соперники, соответственно, явно там ребята подъехали, как минимум один-двое, ну и, соответственно, сейчас будут заходить в корму, а мне бы сильно не хотелось в корму отхватывать, потому что я в морду, в принципе, отхватить на этой машине могу не кисло, ну а в корму так тем более. Вот такой вот добиратель душ. Заехали, добрали одного, добрали второго, сделали два фрага, сделали свое дело, чему я лично очень рад. Точность по орудию, как вы видите, очень приятная. Два снаряда вполне спокойно, ровно как и три снаряда подряд можно забросить в одного соперника. Сейчас просто нож-хорн не выехал прям на полную. Если бы он протянулся больше вперед, если бы он выехал полностью на весь корпус, то, соответственно, времени откатиться назад ему бы не хватило. Но я имею ввиду полностью спрятаться. Так, нож-хорн, хоррэ хулигань. Ну вот как-то приблизительно так. И сейчас в любом случае времени моей перезарядки будет больше, чем достаточно для того, чтобы нож-хорна отправить в ангар и при этом успеть выжить, потому что у нож-хорна, насколько бы хорошо перезаряжаемое оружие не было, то этого все равно будет недостаточно. Мне нравится играть на М4 ФЛ-10. Пускай это семерка, пускай это не суперфармищая машина, но он реально крайне приятный, крайне комфортный. Абсолютно спокойно делали сейчас все необходимое для победы. Выехали со счетом 7-0. При этом мы сделали 4 фрага. Как вы сами видите, я ничего не вырезаю со своих видео. Даже фейловые бои вы должны видеть, но в то же время вы должны видеть, что бывает и по-другому. Поэтому, ребят, никогда ничего со своих обзоров не удаляю. Эта машина однозначно не для каких-то статистов, потому что статисты в принципе на семерках, как правило, не катают. Хотя свой средний урон она держать будет однозначным. Что касается результатов по фарму, то за вот такой бой 70 тысяч с серой, с учетом прем-аккаунта, второе место в команде по урону. Да, пускай не самая ДПМная машина, но то, что она будет результативной, это однозначно. Единственное, что, ребят, напомню, точно так же по поводу Хеллкета говорил, вам необходимо помнить о вашей полной картонности и слабой живучести в боях. Если вы это будете помнить, если вы будете осторожны, будет вам счастье и вы будете давать хорошие результаты. А главное, ребят, будете получать от этих машин максимум наслаждения и максимум удовольствия. Да, ребят, на седьмом уровне тоже можно кайфовать. Но это мое скромное мнение, а вы свое обязательно пишите в комментариях. Я стараюсь специально для вас побежал снимать следующее видео. Вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно убедитесь, что когда подписались на канал, у вас вот так вот выставлено уведомление все с моего канала для того, чтобы ничего не пропускать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok